Добрый день, друзья! Я вас приветствую на молодежном первенстве Чемпионата России по футболу среди юношей. И сегодня у нас встречаются команды Сочи и команды Ахмат. В первом противостоянии сочинцы оказались победителем... Сочинцы, извиняюсь, грозницы оказались победителем с минимальным счетом 2-1. Держали победу. Ну, панирует ему его грозненский коллега. Сегодня, правда, помощник Дачаев Тамерлан Якубович. И у нас вот такой момент. Ну что, вот так вот с пенальти начали. Ну и Муртазаев. Муртазаев или Шелест? Муртазаев или Шелест? Шелест! Шелест 1-0. Вот так быстрое хозяева открывает счет. На второй минуте пенальти реализует Никита Шелест. По праву, по праву сегодня. Ну вот он, сердечко. Шлет болельщикам или болельщицам. Это уже Никите виднее. Проводит на своей половине поля. В бароне Рубанов. А вот это хорошо. Дерюгин. Скорость у него есть. Если он совладает все-таки с этим мячом. Совладал тут Гагузоков. Нет, это не Гагузоков. Это, извиняюсь, Галкаев. Ох, хорошая передача на Рубанова. Рубанов можно пропускать. Но здесь уже забивать надо. Нет, все-таки во вне игры этот гол будет отменен. Несмотря на весь всплеск эмоций и радость Сочинских. Можно попробовать убежать. Филимонов направо. Там Шелест длиннейшими ногами своими бежит. Но и нужно посмотреть Рубанова. А можно посмотреть Лихугова на дальний. Здесь Рубанов нужно забивать. Все-таки да. Да и нет положения вне игры. 2-0. 2-0. Вот так вот отличается у нас. Отличился на 18-й минуте. Денис Рубанов с передачи Никиты Шелеста. Ну, Никита сегодня просто вышел заряжен. 2-0. Вот так начало у нас. У нас поняла затея Александра. Ну и за спину Шевалееву. За спину Шевалееву сейчас у нас Альцультанов. Как не попал сейчас Ислам? Только я хотел сказать, что пока не очень заметен лучший бомбардир в составе Грузинской команды. Лихугов переступает. Смещение в центр. Уже можно, наверное, попробовать отсюда пробить. Шелест доведет ли до удара. Хорошая проникающая передача Рубанов. Рубанов, но отсюда можно забивать. И был ли там гол или нет все-таки? Нет, все-таки не было гола. Казалось... Это, знаете, сейчас напомнил момент. Финал Чемпионата мира 66-го года. Англия-Германия оказался. Ох, здесь неплохо, как сделал. Сейчас Лихугов и Рубанов. Рубанов, можно сказать, почти один на один. И здорово. Здорово и Бишев. Ну, отметим, конечно, действие Марата Лихугова. Якуев, как он там? Ну, пора уже встречать отсюда Якуева. Якуев решил пробить сам, но не точно. Хорошая контратака получилась у Сочинцев, но... Будет играться чисто, если мы берем математически, время есть. Но вот пока подходов к воротам... Подходы есть, но опасных моментов нет. Шелест, ну что, решился на дальний удар, но здесь абсолютно не точно. И лишь таким, как сказать, для гарантии. Шарипов с Хежевым здесь решили по левому флангу прорваться, но здесь Гаибов... Нет, надо же, Хежев прорывается практически уже. Ой, здорово, момент, но будет ли на добивании? Нет, все-таки от Муртазаева уходит мяч за пределы поля. Нет, все-таки последнее касание сделал Федоров. Дальше. Но Федоров с мячом здесь тяжело. Тяжело Ахмедов против него. Нет, Федоров все-таки за мяч выцарапал. Ну и нарушение правил здесь, и здесь у нас эмоции. Все ли хорошо у Ахмедова? Здесь пожали руку и желтую карточку Ахядов получает. Видимо, за разговоры. Ах, вот так вот еще и красное. Да, Сергей Федотов посматривает на часы. Ну что, финальный свисток. Завершился у нас матч. Матч получился хороший, интересный. Поздравляем мы сочинцев со второй победой в текущем турнире. А команду из города Грозный не отчаиваться. Да, серию поражений нужно не прерывать.